Большой привет всем моим зрителям! Сегодня, как вы уже заметили, тема видео ламинирование ресниц. У многих из вас, как и у меня ранее, есть различные страхи и масса вопросов на эту тему. Я попросила своего мастера ответить на самые часто задаваемые вопросы и покажем вам процесс. Мне и самой было очень интересно посмотреть, так как лежа с закрытыми глазами можно только догадываться, что же там с твоими ресничками делают. Ламинирование ресниц проходит в несколько этапов и все этапы пошагово я распишу вам внизу в описании под этим видео. От себя могу сказать, что процедура совершенно безболезненна и, честно говоря, я даже могла бы заснуть, если бы мы не общались. Хотя я больше предпочитаю беседовать с мастером, особенно на какие-нибудь интересные темы, так время летит незаметно. Признаюсь, в первый раз я побаивалась делать ламинирование и достаточно долго на него не решалась. Но, сделав первый раз, поняла, что бояться совершенно нечего, а результат потрясающий просто. Я также обязательно оставлю вам координаты своего мастера и, если вас заинтересует ламинирование, то вы сможете обратиться к ней. Ну и пока вы визуально ознакамливаетесь с процессом, я начну задавать вопросы. Эльвина, расскажи, пожалуйста, для чего предназначено ламинирование ресниц и в чем его фишка? Ламинирование ресниц очень классная процедура. Я ее обожаю. Почему? Она подходит для ресничек, которые истощены, допустим, даже после того же наращивания ресничек. Очень хорошая процедура для тех, у кого свои слабенькие реснички. Когда ресница сама по себе не плотная, очень тонкая, тогда процедура ламинирования очень хорошо укрепляет, питает реснички и тогда волосочек сам уплотняется и делается ресничка более плотненькая. И напитываем витаминками. Скажи, а сколько по времени занимает процедура? Ну процедура может занимать от 40 минут, ну где-то до часу 30. Можно приподнять быстро. У некоторых более плотные реснички, они опускаются вниз, более привередливы, скажем так, то есть немножко может больше занимать времени. Также от своего мастера, конечно же. Потом еще определяется время выдержки самого препарата, да. У кого-то больше, у кого-то меньше. Зависит опять же от структуры волоска, у кого плотнее, допустим, и больше выдержим, у кого меньше плотность, того и меньше выдержим. То есть все очень индивидуально. А как долго держится сам эффект на ресничках после процедуры? Многие отмечают, что у них держится и два месяца, у некоторых и до трех месяцев. Я же говорю, это все индивидуально и опять же зависит от того, какой процесс роста. У кого быстрее, у кого дольше. Многие зрители спрашивали, нужен ли какой-то специальный уход за ресничками после процедуры. Все очень просто, скажем так, за ними ухаживать сильно не нужно. Мы не умываемся 24 часа, так как у нас составчики еще действуют. Далее мы умываемся, ведем себя как обычно, то есть мы можем даже красить тушью, можем не красить тушью. Кто хочет, пожалуйста. Главное выдержать вот это время и нежелательно, конечно, спать в подушку именно в первый день. Дальше вы, в принципе, как обычно ведете. Многие переживают, что после того, как эффект пройдет, реснички станут более слабыми и редкими. Это как раз мифы, потому что свои реснички только укрепляются. И как часто можно делать процедуру? В принципе, можно делать, когда отрастают свои реснички. Для какого-то глобального укрепления, именно уплотнения реснички, мы можем делать и раз в 3-4 недели. Так 3 раза. Дальше уже поддерживая, это раз в полтора месяца. И тогда именно идет момент уплотнения реснички, потому что в первый раз у нас плотнее ресничка становится, допустим, на 10%, потом второй раз на 20%, потом на 30%. И ресничка имеет эффект накапливания. То есть вот этого кератинчика, который мы наносим, который укрепляет непосредственно ресничку. А противопоказания есть какие-то? Противопоказания, это конкретно уже какие-то аллергии именно на какой-то препарат. Беременность и период лактации, возможно, не возьмется материал, из-за этого нежелательно делать в этот период. Также девушка, которая носит линзы, интересовалась, подходит ли ей эта процедура. Можно ли делать ламинирование тем, кто носит контактные линзы? Если мастер хорошо делает, ничего туда не попадает. То есть не красочку, ничего, да, можно даже не вынимать. Зачастую, если есть, я говорю, вынимайте, но у меня многие делали и с линзами, все хорошо проходило. То есть, если хорошо делать процедуру, туда ничего состава попадать не должно. Спасибо большое за ответы на вопросы. Что еще я могу добавить лично от себя? Посмотрев со стороны, как проходит процесс, создается впечатление, что мастер сильно натягивает ресницы, тянет за них, и это явно должно быть неприятно. Но на самом деле я практически ничего не ощущала. Разумеется, самое первое, что я могу порекомендовать, это подойти к поиску мастера очень ответственно. Посмотреть на его работы, отзывы, дипломы, стаж, это ваши глаза. Не рискуйте и не делайте ламинирование, где попало. Буду ли я снова делать ламинирование? Да, и еще раз да. Могу ли порекомендовать? Ну почему нет? Если вы не являетесь обладательницей роскошных ресниц от природы, то есть возможность и подкрутить, и сделать их более насыщенного цвета, и укрепить. Я очень довольна. Ну а если вас полностью устраивают ваши ресницы, то оно вам и не нужно. Смотрите сами. Я надеюсь, вам было интересно, и мы были вам полезны. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте пальчик вверх, задавайте вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Всем до скорой встречи! Пока!